Благодарим Николаю Михайловичу. Одним из признаков современного академического дискурса является конвергенция научного знания. Филаловные педагогика и нейронаука тоже обогащают друг друга. Говоря о научном описании системы языка, об усвоении его фактов учащихся, ученые задумываются о том, как построить процессы освоения языка, по каким механизмам протекает речевой эндогенез. Закладываю на тему «Физик и мозг. 21 век» выступит заведующая кафедрой программы в организации естественных и гуманитарных наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор филологических наук, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской Академии образования Татьяна Владимировна-Журнелевская. Добрый день, дорогие коллеги! Я действительно изначально олимпист, я закончила филологический коммунитет Петербургского университета, и Людмила Алексеевна Вербицкая была моя учительница из первого курса. Но потом я ушла в другие науки, но Господь всемогущий, Он меня настощил, и обратно тоже. И вот та область, о которой я сейчас буду говорить, и в которой я работаю, называется когнитивной науки. Это важно отметить, потому что в этом году эта область когнитивной науки была официально признана новой областью науки, и об этом есть соответствующие документы в Министерстве образования и науки, Высшая аттестрационная комиссия это утвердила. И это междисциплинарная область, я бы сказала мультидисциплинарная область, где работают разные люди. Там работают и лингвисты, и психологи, и математики, и ремейро-ученые, и философы, и это еще не весь список. Ну и так, поэтому я говорить буду не столько о русском языке, сколько о языке вообще. Люди — это существа, которые живут в мире разных знаковых систем. И вот здесь, на этом первом слайде, где я показывала алфаветы, это, понятно, греческий, есть музыкальный код, у нас ни у кого больше на Земле, кроме как у людей, нет музыки. Это отдельный вопрос, что такое. И, наконец, у нас есть математика. Это, разумеется, не весь набор языков, с которыми человек имеет дело, но главное. И так, мы, конечно, хомо-сабец, мы хомо-логвец, человек-говорящий, мы хомо-леггинс и скребенскри, человек-читающий, пишущий. И, наконец, мы хомо-симеотикус. Конечно, потому что, чем дальше, уже вот с позиции моей науки мы смотрим на то, что делается в мозгу, тем больше ясно, что мозг имеет дело не просто с сигналами, мозг имеет дело со смыслами. И, ну, не в этом сообщении, если здесь подробно рассказывать, невозможно, уж говорите. Язык — это не только, а, возможно, даже не столько средство общения, сколько средство мышления. Это безысканный, очень тонкий и очень сложный инструмент, с помощью которого мы думаем. Поэтому, возвращаясь к сюжету именно русского языка, мы должны понимать, что если мы описываем сложные темы, сложные объекты, если это сложная русская литература или сложный устный дискурс, все зависит от того, какой уровень мы берем. Скажем, для того, чтобы читать книги моего коллеги и друга, я надеюсь, Евгения Водоласкина, нужно очень хорошо знать русский язык. Это сложная литература. Человеческий язык устроен не так, как коммуникативные системы других биологических видов. Один из споров нашей науки — это что? Человек отличается от всех других наших соседей по планете. Количественно или качественно? Количественно — это значит, у всех у нас есть память, у всех есть внимание, у всех есть системы коммуникации, у всех живых, только у кого они химические, у кого механические, а у кого такие, как у нас. Или это качественное различие. Скажем, Дарвин считал, что разница количественная, что все то же самое, только у нас лучше, быстрее, эффективнее и так далее. Это вопрос спорный. Наш язык отличается от всех других коммуникационных систем, которые пользуются в языке, тем, что он иначе устроен. Он очень сложная система. Язык представляет собой, как я запишу, иерархическую структуру. Он построен из неких, кавычках, атомов. Эти атомы могут быть фонемы, но без слоговые языки. Тогда это слоги. Короче говоря, это вроде как, знаете, конструктор Лего. Вот каких-то штучек туда в коробку положили, и их сколько есть, столько есть. В данном языке их 17, значит, их не 18, и не 16. Или 80, значит, не 81. То есть набор, он стабильный, но это и все, что стабильно в языке. После этого вот эти вот атомы, то есть строишь, что хочешь, они вкладываются в слоги или морфемы, это уже, как бы говорить, в слова, в слова в фразы, фразы в тексты. Языковая способность, это система, вот это важно, неких базисных, универсальных, возможно, генетически закрепленных правил, которые есть для всех языков Земли. Вот что важно. Это некие самые-самые главные алгоритмы, которые есть у всех, у кого геном человека. Несмотря на то, что на нашей планете примерно 7 тысяч языков, я говорю примерно, потому что, но мы все здесь специалисты, понимаем, зависит от того, как считают, что считают, скажут диалектом, а что отдельным языком. Но порядок такой, примерно 7 тысяч языков, и они очень сильно отличаются. Во всех них, тем не менее, есть некие базисные правила, которые я сейчас не могу описывать, ну, по понятным причинам. Похоже, что это врожденная вещь. И это обеспечивает нашу речевую деятельность. То есть, вот, я сейчас дворю, выслушаюте. Наш язык, в отличие от языков других наших соседей по планете, где закрыты списки, ну, списки в табличках, то есть, сигнал, который обозначает опасность, или хочу есть, или там, ну, в общем, разница. Вот их некие слова, если всех слова, их кавычка. Но и он конечен. У человека это открытый список. Это вот продолжает то, что Николай Михайлович сейчас говорил. Все время новые слова выявляются, а другие слова исчезают. Это очень вариативно. Это зависит от социальной страны, от профессии, еще от тысячи всяких причин. И главная черта нашего языка, человеческого языка, это продуктивность. То есть, возможность создания сообщений, которые до вас никто не говорил. И более того, возможность всех остальных, это сообщения принять, даже понять. Вот это совершенно новая вещь. В нашем геноме огромное количество генов работают на мозгах. И это накопление миллионов лет в эволюции. Вопрос, который в нашей специальности всех интересует, это что за гены, которые определяют именно человека, несколько специфические человеческие гены. Ну, как вы понимаете, я не могу курс лекций, или даже несколько курсов лекций здесь читать, поэтому я закидываю вам просто вопросы, что это в вашем моменте. И может ли это, вот наша способность к языку, быть определена отдельным геном, геном языка? Вот такая мода была, несколько лет назад. Да, именно мода, потому что это разрушилось уже. Было открыт и Фокс Ки-2, то есть открыт он был раньше, но показано, что поломка этого гена приводит к катастрофическим нарушениям языка. То есть по всей мемобиле. Там и дислексия, там и невозможность вовремя или правильно освоить язык, разные вещи. Но, я даже пишу, есть вот ген другой, Фокс Ки-1, и один, который если нарушается, то рушится память. И это может привести, например, к нарушениям чтения. И если мы плохо соображаем, то мы можем сделать глупый, абсолютно неправильный вывод, что если поломок ген такой-то и чтение нарушено, значит это ген чтения. Вот я вам сообщаю, что это неправильная логика рассуждений. И такие сложные вещи, как язык или память, разные виды памяти внимания, никогда не обеспечиваются одним геном. Поэтому, если вам кто-то это скажет или напишет, имейте в виду, что это не жулик, или просто ничего не скажет. На самом деле этот ген есть, и он обеспечивает правильное строение нейронной сети и в тех ее частях, которые отвечают за язык. Вот что важно. Вы не занимайте грамматикой. Крепкой грамматикой не занимайтесь. Они занимаются совсем другой работой. И поэтому, вот, такое правильное построение нейронной сети дает человеку возможность освоить любой язык секты, как родной, или любые другие языки, как вторые, третьи, там и так далее. У нас, у всех, у нас есть исключение, сложнейшая нейронная сеть. Сейчас полагается говорить, что это возраст 6 миллиардов нейронов, но еще недавно, я сама и всем говорила, 100 миллиардов нейронов. Мне кажется, это совершенно неважно. Во-первых, пусть мне расскажут, сколько они их сосчитают. Просто хочу узнать, как можно сосчитать 100 миллиардов клеток. Но это неважно. Все равно речь идет о сверхостейномических величинах. Это именно слова, которые употребляют. У каждой клетки может быть до десятков тысяч связей с другими местами в Москве. И это приводит к нас к кошмарной цифре, а именно квадриллион соединений в Москве. Это невозможно даже представить себе. Поэтому все из нас, умные, глупые, гениальные, все имеют между ушами такое устройство, сложнее которого из всего, что мы знаем про Вселенную, нет ничего. Это более того, это сеть динамическая. Она влияет от всего, куда мы попадаем. Вот у всех у нас, у вас, у меня сейчас перестраивается нейронная сеть. Она, плюс к тому, как она сложна, она еще и нестабильна. Она меняется все время. То есть изучать это очень трудно. Ну, картинка, которую нам нечего рассматривать. Мы знаем места в Москве, которые заняты там руками, ногами, глаголами, существительными и разными сложными вещами. Есть зоны, я вам английский слайд делаю, потому что так и должно быть в данном случае. Есть зоны, которые, может быть, даже язык присутствующий, известный, которые заняты именны языком. Это зона врага, которая отвечает за то, чем занимаюсь сейчас я, то есть собственным говорением. Есть зона верника, которая работает у вас, поскольку вы воспринимаете. И это очень сложная история, и у нас нет времени это обсуждать. Был такой совершенно замечательный, так далеко оцененный английский ученый, Джон Юликс Джексон, который первый оградил внимание на роль правого полушария головного мозга. Стал говорить о полушарии головного мозга. В 81-м году за это была получена Нобелевская премия, Роджером Спери и командой. И в эти же годы я тоже работала в этой области, и моя ново-культурская диссертация на эту тему. Только там язык присутствует, естественно. Роман Розчий Капсон, которому в том числе кое-что из Бельковского посвящено, потому что они были предприятели. Он в 80-м году выступил в Нью-Йорке с лекцией «Train and Language», которая потом была выпущена отдельной книжкой, в том числе и я ее переводила для издания «Избранные собрания». И там он описывает роль правого и белого мозга для языка. И это очень умная и тонкая, очень небольшая работа, основополагающая. В игры «Избранные собрания» включилось очень много отечественных ученых, в том числе классики, такие как Александр Романович Турель, мой привет Московскому университету, где он и работал. Александр Романович был и психолог, и лингвист, и врач, ну, и неотечественник, короче говоря. Он основатель отечественной лингвистики вместе с Романом и Капсоном и Выводским, конечно. В Петербурге были параллельно замечательные ученые Наталья Николаевна Траукова, в лаборатории которой, когда она уже была очень пожила и формально не руководила, и имела счастье работать. И те, кто работал с языком у детей и с нарушениями это имя, конечно, знают. Она была потрясающая женщина, ученица Леонарда Корчатой. Гехтерев и его внучка Наталья Петровна Гехтерева играют, конечно, огромную роль в этой истории, потому что занимались мозгом в связи с языком и, опять же, улыбнет время не об этом говорить. Академик Вячеслав Силович Иванов очень увлечен этим был и мы вместе и работали в том числе. И он говорил, что процессы обмена информации внутри мозга и внутри общества это одно и то же. И поэтому такой интерес гуманитария в этой теме в те годы возник, потому что они рассматривали то, что мы знаем о мозге как модель того, что происходит в культуре и в социуме. И это, в первую очередь, Илья Михайлович Лотман, который эту королель проводил. Увы, у вас нет времени и об этом долго говорите. В самом общем виде тогда считалось, я сама к этому руку привожила, увы. Ну, не увы, я повторяю, вся эта ископремия дана, но просто сейчас это не так просто, как тогда казалось. Считалось, что левая это математика, рациум, а правая это поэты, художники, гешталь, эмоции, метафоры. Так ли это до сих пор? Нет, это метафора. То есть, если брать вектор, то правда, то на одном конце этого вектора будет одно, а на другом другое. Но, когда мы смотрим, что на самом деле происходит, то гениальные математики, физики, а не только лирики, пользуются гештальтом, метафорой, интуицией и такого рода вещами никак не меньше, если не больше, чем поэт. Энштейн, Энштейн писал, воображение сильнее знания, потому что знания ограничены от всех на всех, а воображение вольный код, куда хочет, туда идет. И он писал «Инстинкт дар и без, а разум покорный слуга». Именно в этой последовательности. Я надеюсь, некоторые не заподножились в том, что я недооцениваю силу разума. Шуканда оцениваю. Но гордыню надо припрятать. Разум не все может. Открыть не делайте с помощью логарифмической линейки, даже если логарифмическая линейка томограф или синкрофазотрон. Открытие делают люди. Вот здесь открытие. Оттого, что приборы нужны, кто бы с этим сходил. Но они дело не решают. Вообще-то, что мы мозг и ищем. Вот я об этом долго думала и, собственно, продолжаю думать все время. Мы что хотим там найти? Я, плюс ко всему, еще главно научный сотрудник по совместительству, естественно, института мозга-человеков. Я работаю с томографами, с функциональным объектным резонансом, позитронно-эмиссионным томографом, энцефалографией разного и... То есть я знаю, как это действует и что это значит. И все-таки мы когда говорят, вот пусть у нас будет очень дорогая аппаратура, мы и дальше что? Вот у нас есть дорогая аппаратура. Если неправильно задаешь вопрос, то и нечего ее использовать, деньги тратим. Почему нужен философ? Почему в нашу историю, вот когда я описывала это мультидисциплинарное поле, философ не для красоты, чтобы как-то в хорошем обществе еще должен быть совершенно для. Философ в хорошем случае. Это человек, который надрессирован хорошо думать, он должен уметь правильно поставить вопрос и оценить правильность ответа. Нет ли там логического провала. Вы правильно соображаете вообще, правильно? Поэтому философ нам нужен обязательно. Мы ищем что, объекты? Мы ищем места, возбуде, вилки, ложки, книжки и кликеры. Ну, очень жаль, если мы их ищем, потому что этих мест нет. Мы ищем механизмы, то есть как это действует. В общем, да, мы ищем алгоритмы, да, мы ищем алгоритмы, но дело в том, что мозг работает не только алгоритмически. Поэтому найдем, скорее всего, и уже находим предмет другой лекции. но это не все. Там не только алгоритмы. Может, мы ищем принципы, как вообще это действует, в целом. Не мелкие штучки, а в целом. Да, мы ищем принципы, только как их найти. Какие взгляды на риски нескольких. Даже я тоже долго говорю, Николай Михайлович, вообще связан. Не первое столетие, когда мы смотрим на мозг как на очень сложный, скорее всего, компьютер, который делает что? Вот если на улице выключить и останавливать, и спрашивать, что делает мозг. Стоит вам ответить. Он получает информацию из внешнего мира, то есть через, как я бы сказала, дверь и огня и пущий мозг, через сенсорные системы, глаза, уши, носы, кожу, ну, в общем, через сенсорные системы. обрабатывает ее и реагирует. То есть как бы стимул реакция. Те из вас кто знают, реористы, это вот он. У тебя стук летит, отскочил, да, ошпарили, больно, ну, в общем, вот такая вот простая вещь. Да, но это не так. Это так, но это не только так. Однюю, не только так. И что мы делаем? Мы коллекционируем факты как бы снизу. Поскольку мы не можем, мы не помним, что, да, ну, лучше даже это сказать. Мы не можем ставить эксперименты на людях, я имею в виду, жесткие эксперименты. Невозможно поэтические самовылить. Но эксперименты ведут. Я имею в виду, не поведенческие, которые идут во всех гуманитарных науках, а вот такие вот, из нейронауки. Мы говорим на больном животных, и мы понимаем, что мы гораздо сложнее, но мы просто нечто получим у них, а потом оно как-то само выстроится. Вот то же самое, только сложнее. Вот с чего я начала. Как мы увеличиваем размеры, мощности, скорости? Нет, это не так. Это неправильная надежда. Нельзя взять мозг мыши или даже очень сложный мозг. горона или еще более сложный мозг шимпанце или слона или дельфина. Я, кстати, работала с дельфинами, но это отдельная тема. Вот, а потом сказать, вот у нас то же самое, повторяю, это сложнее, это неправильный шаг, здесь есть принципиальная ошибка. Дайсон, я вот здесь спешу, но не объясняю, кто это. Это Добелевский лауреат по физике, который в свое время в Москве, кстати, выступил замечательной лекцией, которая, как у всех таких людей, очень игриво так названа, птицы и лягушки в математике и физике лекция назвала Добелевского лауреата. Он потом ее издал статью, кстати говоря, в песнике академии академии наук серьезные издания, и это замечательная работа, она касается одних не только математиков и физиков, то есть в лингвистике точно то же самое я вот проверял. Есть птицы, ученые птицы, которых почти, но почти со всеми изменениями не интересуют факты, зато они видят далеко, они летают высоко, видят леса, полярные коры, планеты. Конечно, их интересует, что открыла экспериментальная наука, но как бы не на полную катушку, они могут обойтись и без этого. А есть лягушки, и он сам говорит, я, например, лягушка, ужасно завидую своим друзьям, у которых тоже Нобелевские премии, которые птицы. Я люблю на Земле, я собираю маленькие факты, неинтересны они, но туда мне не удается взлететься. Он, конечно, лукавит, потому что откуда Нобелевская премия всегда. Поэтому слава лягушкам, в том числе тем, которые работают с языковыми фактами, которые работают в нашей науке, с ламмографами, энцефалографами, это наши, а лягуша очевидела. Но это не единственная тропинка. Мозг работает со смыслами. Вот я здесь эту схему поместила, вот такие красные нити, это то, как сейчас в серьезных научных, непопулярных изданиях изображают связи в мозгу. Это не фотография, это то, что происходит в мозгу, когда человек, скажем, воспроизводит что-то или придумывает что-то. Так что это связи, это не реальные нейроны, а связи. Откуда и вообще-то это не фотография, а видео, потому что откуда начинается и как это идет в мозгу. Спасибо этим дорогим приборам, мы это можем видеть. Так вот, желтое, вот крючок такой, это то, чего, может быть, потом найдут, но пока не нашли ни у кого из исследованных наших братьев, меньших животных на планете. И это связи, которые заняты только семантикой, они заняты смыслом. И смыслы, вот это я вам уже как профессионал говорю, доказать сейчас не имею времени, смыслы переигрывают все, они переигрывают любые алгоритмы, они переигрывают синтепсис, вот все важные вещи, которые образуют очень сложную систему язык, смыслы их сильнее. Поэтому, когда мы изучаем, что происходит в основном во время речевой и лишили мыслительной деятельности, мы должны иметь в виду смысл главный игрок. Так Господь, так смысл наш мозг. Беда в том, что мир, в котором мы живем, постоянно меняется, и не только в том большом смысле, о котором сегодня уже многие говорили, открывающие это замечательное собрание, а гораздо более простом. Меняется освещение, меняется звук, меняется настроение, другие люди участвуют в разговоре, вчера вы были друзья, сегодня вы враги. Эта история меняется все время, так что и физически, и социально все зависит от контекста. Вот я бы сейчас даже такую пафосную вещь сказала, контекст, главный игрок. Кто сказал, кому сказал, когда сказал, что произошло за минуту до этого, или за пять столетий до этого, только ты про это не знаешь. Потому что плохо учился, 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 учился. Поэтому, как удается мозгу вообще хоть что-то улавливать из мира, который меняет каждую миллисекунду, это остается для нас, для специалистов, огромной загадкой, просто загадкой. потому что наука ведь, как мы все здесь ученые понимаем, у нее есть правила игры. Вот это, кстати, просто публика забывает. Когда мне задают вопрос, а есть там вот как насчет подсознания, теоретические поля, там вот как с этим быть, если сновидящей, я говорю, ничего просто не имею, карты на бочку, хотелось бы факты, потому что наука работает с фактами. это такая игра. Есть игра в гольф, у нее свои правила, есть игра в кокер, другие. Есть игра в науку, наука развивает факты, статистическую достоверность, проверяя кости. Если речь идет о вещах знал, я, кстати, очень допускаю, что они вместе. Но если вы мне такой вопрос задаете как ученому, а не как собеседник к футаминов, мой ответ честный заметил будет «Думаю, что да», второй ответ будет «Я ума не приложу, как это может быть». И проверить это нельзя. Статистика, вы что спереди, какая из этого единичная история, какая может быть статистика. Ладно, двигаемся к концу. Более того, мы должны иметь ввиду, что одни это при всех гимнах в сторону Аристотеля, Мунилла, Канда, Шопенгавра и большой список, при всей моей любви, грацией, к идеальной дисциплине мысли. Мы должны иметь ввиду, что огромное количество информации происходит на бессознательном и подсознательном. Это разные вещи, это не все слова, кстати, словаря. То есть это много слов, и они разные значат. Если бы здесь специалисты сидели, они бы убивали друг друга через минуту после начала спора, что к чему поднести. Поэтому одни и те же задачи, вопрос по статистике, в разное время одним и тем же человеком решаться иначе. Такую я статистику в томографе соберу, даже везде, а я очень люблю в качестве испытывания, даже если я сама туда залезла в этот томограф, я через три минуты пойму, что вы от меня хотите, и дам другое решение. Либо из вредности характера хочу вам испортить эксперимент, шутно, и не шутно, вот, либо потому что я догадалась, до алгоритма. И я думаю, например, а если я использую другой алгоритм, что будет? И вот эти вещи нельзя поймать. По крайней мере, пока я даже не представляю теоретически. Мозг не компьютер. Когда вам говорят, что мозг компьютер, это имеет отношение к совершенно другой теме, а именно искусственным интеллектом, и сейчас мы можем об этом говорить. Если компьютер мозг, то точно не такой, как те, о которых мы знаем. Разве что квантовый компьютер, с которым большие сложности. Поэтому нам надо смотреть, я так думаю, не только в томографы, цифолографы, вот в эту жесткую науку. Нам надо смотреть, как худшими из нашего племени создавались свои шаги. Что было в голове? В голову не можем влезть, но мы можем влезть в дневники, в черновики, в письма и так далее. Посматривать рисунки, скажем, когда Пушкин сто раз зачеркивает и рисует еще. И это надо анализировать не только с точки зрения филологии, а с нашей стороны. Правда, это легко произносить. А как? Почему он заменил это слово на это? Почему на самом деле он заменил? Как шла его мысль, когда он отказывался, отказывался, а потом обратно пришел? То есть нам надо смотреть, я бы сказала, это некая ментальная археология такая. То есть смотреть на что? На то, что этот мозг смог сделать. Творчество, сама способность создавать то, чего в мире не было. Это наша человеческая черта. Силой мысли и духа. Вот как мы работаем. А не тем, что у нас органы чувств такие хорошие. Потому что масса существ на планете, у которых несопоставимо лучшее зрение, звук, эхолокация, они видят инфра- частоты и ультра- частоты, слышат инфра- звук. То есть мы ярлы на эту тему. Есть гораздо больше существ, которые умеют лучше, чем мы. Но все равно пока что, пока мы сами себя не погубили, все равно мы пока самые сильные на этой планете. Не за счет уже и класса, а за счет того, что у нас такой невероятный мозг. Я к концу действительно вижу. не за счет Поэтому смотреть надо через другую призму со стороны искусства, потому что если, упаси Господь, с этой планеты что-то произойдет, а потом кто-нибудь прилетит или народился новый и посмотрит, что от нас осталось, я вас уверяю, это год не кофеварка. На что они обратят внимание? Они обратят внимание на музыку, на поэзию, на живо, если останется что-нибудь, то гении нас тащат. гении это совокупно лучшие из всех нас. Даже такую страшную вещь скажем. Поэтому, как-то не парадоксально, изучить мозг как насилие бессознатия смыслов нужно, и для этого нужно много раз в наглубах. Это вот то, что мы с вами в когнитивной науке, в том числе и в Аслей институте, да и много кто в МВУ мои друзья Анохин, которые, ну мы просто друзья близкие, коллеги Академик Анохин, который директор института перспективных исследований мозга. Вот это то, про что мы говорили там сотни часов. Это соединение нейронауки, олимпистики, математики и особого языка искусств, которые очень трудно ввести в этот дискурс. Это разные языки. И последние там пара слайдов в связи с этим. Как перед педагогикой, так и перед когнитивной наукой серьезные языки. Нам же нужно использовать все это, что-то придумать для создания программ и форматов обучения другого типа. Мы не можем, понимаете, люди, которые просто все выучили наизусть, издали на петерку, нам не очень нужны, потому что это сделает искусственный интеллект. Он точно помнит больше, чем мы. Вот играть в эти технические вещи смысла нет. Нужен тот, кто думает. Искусственный интеллект слава создать, слава создать. Пока не думает. Он очень много чего умеет, я могла бы это рассказать, но это другая история. Но он не думает. Думать должны умеемы. А какова роль учителя в этих условиях, когда ребенок уже из материнской крови вылезает, можно сказать, с гаджетами в руках. Когда он придет к учителю, что с ним делать? Ему говорит, вот этот стул на нем сидят, вот этот стол за ним едят, у него в кармане Алиса или кто там, все они лежат, которые ему это давно сказали. Что должен делать учитель? Как учить таких учителей? Где взять? Все говорят учителя, а как себе учителя? Где их взять? Что с Марса их завести? Мы же должны их учить. Учить чему? И вот последняя вещь, это учителей научат, а родители кто-нибудь учат. Родители знают, что делать с детьми? Они считают, что если они родили, то эти дети их собственные. И у меня, мне вчера пришло очень особо дало. зубы ваши, а что сами не лечите? Зачем выходит к тексту? Бедный план из-за того, что они не что мы знаем, что с ними делают. Абсолютно нет. Поэтому нам стоит не очень лежать, а подумать. Надо дотвориться, как нам в этом мире новом лет. Как не потерять базовые представления о реальности, тогда как виртуальный мир, он чужели лучше оригиналов. И это все лучше и лучше. Вот те, говорят, клеики, как бы глядят деваттер, иностранными словами, или нашими, дел не меняют. Подделки лучше оригиналов пошли. Что вообще, куда дусь себе нападаться, чтобы нам жить? В этом мире как жить? Нам надо учиться в нем жить. Это другой мир, да, он уже другой. Независимо от того нравится нам это и нет. Я вас хочу поблагодарить за терпение, и недаром я эту девочку сюда повестила, потому что на фоне жесткого и очень сильного и быстро меняющегося мира, мы не должны потерять человечество. И это человечество. И, конечно, искусственный интеллект, поскольку я в том числе и друзья мои, я много общаюсь с искусственными этими интеллектчиками, они очень сильные и все это. И на мой вопрос искусственный интеллект, ну, неважно, уедет эту девочку с персиками, конечно, ответ увидит, я сама знаю, потому что распознавание зрительных образов огромных успехов. Такой-то вопрос другой, а он поймет, что он видит, он вам все обещает, каждый миллиметр, а он поймет, в чем это прелесть. Или когда он чапкина «Огни Большого Горка», который сколько ни смотри, а все равно плачешь. Мы все знаем про это. Это вот это у него будет. Вот если мы будем такие дурочки, что потеряем такую способность в этом новом мире, тогда нечего начинать развиваться, чтобы прийти вот в этот тупик, который не поглядывает. Извините за такой пафос. Спасибо вам, что терпели. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо за выступление. Наверное, аплодисменты были подтверждением того, насколько аудитория понимала. Может, оплат задумывалась над теми вопросами, которые вы поставили. Спасибо, что наше время и возможность присоединиться. Великой Владимир Владимир. Спасибо.